привет друзья жду сейчас мастера который придет нам натянет потолок наконец-таки и наш ремонт тихонечко подходит к логическому завершению останется только до покрасить пол присверлить плинтус и собственно все расставлять все мыть убирать вытирать выкидывать все ненужное собрать полочки собрать крови там тумбочки собрать кровать ну и показать все вам сейчас давайте я вам покажу как я поклеила боль вот смотрите вся полностью стеночка крема сделали здесь где был плинтус видите нет стеной и полом вот dvp да вот здесь вот dvp вот заканчивается и тут было были игры прям ну как дыры старый плинтус а под ним дырки вот мы сначала все запенили теперь за цементировали все это прокрашу еще раз говорю почему не стелим линолеум потому что шкаф не даст нам этого сделать чтобы постелить линолеум нужно полностью все весь шкаф разбирать а так как мы живем здесь то этого делать не будем просто покрашу куплю красивый ковер постелю и здесь в основном будет место занимать кровать а вот сегодня в планах еще приготовить обед или ужин обеда ужин еще надо съездить елизава банк вот и помыть духовку оставайтесь со мной приятного просмотра ну а пока времени до до прихода мастера еще вагон и маленькая тележка как говорится я уже закинула стирку машинка стирается и чтоб время зря не терять сразу разбирают эту посуду она у была с вечера высохла уже и буду сейчас готовить обеда ужин достала фарш я его в с вечера приготовила накрутила мясо лук туда и специи по вкусу буду делать такие гнездышки с сыром и яйцом вот нам тоже такие нравится но мне хотя больше нравится с грибочками и помидоркой такие тоже вкусные сейчас почищу яйца натру на терке яйца и сыр затем скатаю колобочки выложу на противень и в серединку помещу начинку уберу в духовку будет очень очень вкусно и скажите пожалуйста девчонки вы когда готовите вы сразу посуду моете или готовите до конца до все приготовили и потом уже убираете все за собой вот я почему-то привыкла так чтобы у меня на в раковине не было посуды и я вот как что взяла использовала допустим ту же терку да я сразу стараюсь ее помыть или миску освободила тоже сразу стараюсь ее помыть а как вы делаете расскажите пожалуйста еще знаете у меня такой к вам вопрос вот сейчас же лето да и во многих регионах я смотрю по ну и по прогнозу погоды в группах девочки пишут что жара просто невыносимо у кого-то там 34 градуса у кого-то больше у кого-то меньше вот скажите вы в такую жару какие блюда готовите для своей семьи вот допустим я могу сварить и борщ потому что как бы покушать мы любим и я бы от борща не отказалась потому что ну как бы погода погодой жара жарой и кушать хочется всегда это когда мы допустим где-то на улице ходим да в жаре нам конечно в такую жару есть не хочется а когда ты домой приходишь но я бы не против допустим борщица тарелочку навернуть со свеженькими овощами то или того же самого шашлыка ну вот как бы мы вот так мы покушать всегда любим и независимо от того жарко или не жарко да на улице и соответственно само собой мы есть там не будем борщ допустим да или там не знаю чебурек жареный а вот дома в прохладе почему бы нет вкусненько ведь правда ну а в жару вообще да мороженое вода я вообще любитель воды я водохлеб жуткий я не люблю ни соки там не квас а я вот люблю чисто обычную простую воду пить и вот выпиваю достаточно много за день несмотря на то что мне много воды пить нельзя так вот уже смотрите катаю колобочки я туда добавила еще сушеный чеснок в яйцо сыр и майонезика ложку все это смешала скатываю колобочки и помещаю внутрь самой котлетки да донышко как бы выемку я сделала рюмочкой все и вот я опять все сразу за собой мою и чтоб у меня в процессе было чисто но и после как бы тоже чистенько так вот напишите пожалуйста про то что вы готовите летом будет интересно почитать все мясные ватрушки поставила в духовку или кто мясные гнезда кто как называет мы называем когда как и вот тут заворачиваю наши старые так как я новые купила старые заберу на дачу белье у меня уже постиралась сейчас я вынимаю сетку москитную да так как я за окно вешаю белье вынимаю сетку москитную и сейчас развешиваю белье ставлю москитку обратно ну и в принципе все девчонки знаете что еще сделать собирать железные рубли мы в общем с мужем уже много лет собираем десюнчики вот эти вот 10 рублевые монетки ну потому что там создачи остается часто в основном у всех карты это можно еще начали делать очень-очень давно вот и насобирали целую кучу вот я уже здесь перебрала вот пакетики сколько десяток одни десюнчики здесь вот здесь вот вазе сегодня в банк поедем поедет мне свекровь нужно отвезти в банк и думаю сдам эти десюнчики обменяю на господи на рубли на бумажные да чтобы их потратить а муж мне сейчас говорит слушай может не будем их типа этот сдавать менять вдруг они там через несколько лет будут очень и очень много стоить но я сомневаюсь что через десять допустим лет они будут стоить много а если они будут стоить через 50 лет много то нам они уже априори будут не нужны они нам нужны сейчас вот я сейчас хочу их перебрать вот видите где-то ключ валяется где-то просто у нас пятерка до пяти копично то есть убрать 5 рублевая точнее убрать и только оставить вот эти десюнчики а в банке я уже думаю посчитают сколько я вам потом скажу а еще помните вот такие десятки были вот эти я хочу оставить их тоже много вот их я оставлю а вот эти да золото-серебро класс мы кстати наверно в году 2010 наверно первый раз дали я же говорю мы уже давно собираем и купили уголок в кухню кухонный уголок диванчик стол и вот сейчас сдадим не знаю посмотрим сколько денег будет но это да за много лет мы собирали ну вот считайте если в десятом году мы сдали прошлое из десятого года опять начали собирать надо сейчас переберу сыплю все это в мешочек и потом скажу вам сколько у меня удалось выручить не выручить а сколько здесь находилось денежек нашла какую десяточку вот с такой город воинской петропавловск-камчатский я ее тоже оставлю что в основном да на десятках герб герб россии это 15 год я ее оставлю еще нашла вот что это двухрублевочка и здесь вот дуров дядечка я правда не знаю кто это надо загуглить ну какой то наверное на полководец вот а вот двухрублевочка здесь тоже просто герб оставлю посмотрю все готово ой плита меня ждет прям кричит марина духовка точнее вот такие красавчики получаются смотрите там много вытопилось жирка очень вкусненько готовьте с удовольствием я сделаю салатик огурец помидор зелень ну в принципе все муж если захочет могу ему отварить гарнир ну все показываю вам абсолютно чистую духовочку все блестит все помыла решеточки и готовку духовка готова к новым рецептам духовка готова к рецептам а мы готовы к ужину сделала салатик светофор всем приятного аппетита кто сейчас ест вот друзья показываю потолок натянул мастер потолок мы сделали обычный глянец белый как во всей остальной квартире сейчас я конечно бы предпочла сатин наверно обычный белый без софитов без ничего потому что мне кажется маленькой такой комнате как у нас софиты были бы неуместны люстра софиты не очень люстра конечно мне тоже не очень нравится она бы больше подошла в прихожую еще мне непонятно почему вот эту часть на люстре не утапливают наверх туда вот или это у нас просто только на камчатке так делают смотрите в зале вот у меня такая же история видите тоже так я не понимаю немножко чего-то и сейчас я вам покажу вообще провал года от маринки это вообще это как я могла так сделать мастер меня спрашивал двадцать раз так так этот карниз этот карниз конечно смотрите та-да-да-дам мой карниз который я себе представляла совершенно другим ой короче я неправильно мастер сказала он да покупает весь доборный доборные вот эти элементы сам приезжает уже с готовым полотном до на потолок и со всеми прибамбасами к нему и как я хотела чтобы этот карниз был как бы в кармане а потолок спускался уже пониже дай чтоб как бы штора и и тюль выходили как бы из-за потолка вот там оттуда откуда-то вот короче он мне сказал что вот это заклад вот тут вот должна быть совершенно другая штучка нежели на всех остальных трех стенах вот ну короче уже как есть но вообще ну я дурак дураком вообще ну ничего белой красочкой замажу вот эти черные шурупы саморезы и уже как есть так и будет вот так ребят бывает на старуху и на маринку проруха короче ну вот все равно натянули потолок уже еще один этап точнее ремонта у нас позади следующим этапом будет покраска пола то ли стеление как его линолеума на пол я не знаю сначала все это опять надо убрать и вымыть пол вот закончить мне хочется мое видео вот такими шикарными кадрами цветущей сирени на мой взгляд она в этом году такая особо пышная что ли очень очень красивая вам я хочу пожелать хороших выходных мира и добра вашим семьям и встретимся совсем скоро всем пока ваше дело и мы с вами вот таки мы с вами вот таки и вот таки Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...